привет друзья с вами тик так мир сегодня мы с вами сравним и посмотрим на дайвер сейка в основном я буду говорить про черепашку модель srp 773 g1 но также поговорим немного о сумму и сравним эти две модели между собой я думаю будет интересно давайте начинать первое о чем хотелось бы сказать что модель черепашка под названием srp 773 g1 g то есть сделано не в японии есть точно такая же модель но собрана не в японии к 1 в конце так вот эта модель по мотивам легендарных дайверов сейка 1976 года модель была у них 6309 почему черепашку потому что своеобразная форма корпуса вы видите она такая подушкообразная и в общем-то где-то даже напоминает черепашку моделька относительно бюджетная здесь стоит механизм 4 r36 если я не ошибаюсь кстати то можно посмотреть на 6 часах обычно пишут смотрите made in japan 4 r36 и другая еще информация это модельки бюджетная и в отличие от тех же сумма стоит подешевле но и выполнена она также попроще сейчас посмотрим поговорим давайте сравним размеры в начале про черепашку и второй пункт это будет про сумму диаметр стекла составляет 32 миллиметра и 31 миллиметр безель практически одинаковый 42,3 миллиметра и 42,2 миллиметра полностью от края до края 46 миллиметров и 46,6 миллиметра высота часов здесь черепашка заметно поменьше 47,5 миллиметра и 51,7 миллиметра и толщина 13 миллиметров и 13 миллиметров 9 десятых соответственно у сумма вес 200 и 205 грамм примерно одинаковые небольшая погрешность я думаю не стоит брать примерно часы одинаковые модель черепашка выполнена из стали нержавеющая сталь практически глянцевый отсутствует здесь момент посмотрите небольшие такие вставки на браслете глянцевые и боковинки глянцевые все остальное матовое в том числе безель ребристый и похоже это краска это конечно никакая не керамика синий безель поворотный и синий циферблат застежка по-моему одинаковая сумма никакой разницы я особо не вижу точно такая же система удлинения браслета вообще фактура конечно разная но по сути одна и та же застежка на черепашки она пошире вот единственное вообще у сумма всегда был браслет узкий и я так считаю что это один из минусов сумма часы интересный но вот такой узкий браслет лично мне он не нравится давайте посмотрим на застежку у нас фиксатором открываем штампованная сами звенья браслета они литые вполне качественные вопросов никаких нет но не составные то есть глянцевые вот эти вставки они по сути просто полированная часть звена и крайние линки они также литые здесь вопросов нет очень даже неплохо кстати по поводу вот этих линков можно подобрать любой другой браслет в интернете есть варианты и смотрится очень даже ничего лично мне нравится и в отличие от тех же сумма где крайняя звена дугообразная подобрать сюда браслет подходящий гораздо сложнее чем на черепашку по поводу механизма 4 r36 это в общем-то бюджетный механизм который стоит покупать если вы не особо морочитесь точностью хода точность хода здесь в районе 45 секунд разброс что конечно же не очень приятно но покупая часы порядка за 20000 рублей чего еще собственно от них ожидать вообще сейка не любит заморачиваться с точностью хода механики скажем так до 2000 долларов и все что на калибре 46 или баль семерочка это все такое достаточно бюджетная даже сумма своим 6 r15 иногда выдает просто чудеса в кавычках хода на руке обе модели в принципе сидят неплохо учитывая что они дайверы такой спортивный стиль то допустим такой размер даже на такой руке как моя 17 сантиметров циферблат у модели синий он в принципе на видео выглядит так же как и в жизни и немного у сумма синий поярче на черепашки он такой немного темный также вы можете видеть что люминофор мощный светит хорошо индикация дата и дня недели чего нет на тех же сумма бедель как я говорил поворотный в одну сторону против часовой стрелки щелчки приятные в общем то нравится хорошие щелчки приятный бедель поворачивается хорошо заводная головка конечно же завинчивается естественно вообще модель имеет как вы видите стоп секунду я выдвинул за одну головку на два щелчка часы остановились резьбы здесь достаточно вполне себе дайверы перевод времени стандартно задвигаю на 1 щелчок выдвигаю по часовой стрелке мы с вами так точнее давайте мы с вами переведем время поскольку в период с 10 до 2 ночи переводить календарь не рекомендуется и сейчас я вам покажу как переводится дата и день недели по часовой стрелке у нас переводится день недели здесь на двух языках причем это не английский какой-то я не знаю арабский наверно не знаю все часы куплены на рынке гонконга но почему здесь такие непонятные иероглифы мне неизвестно и в обратную сторону когда мы крутим перевод идет даты можем с вами выставить сегодня у нас 26 число и день недели это понедельник крутится мягко хорошо вообще по поводу перевода даты перевода дня недели претензий никаких нет все очень даже неплохо и удачно закручиваем заводную головку она кстати в отличие от тех же сумма без какого-либо логотипа она просто глянцевая она сумма вы видите логотип буква с то есть сейка друзья пожалуй будем заканчивать и хотел вам эту модель представить она относительно новинка есть много разных вариантов оформления и без или в стиле пепси и черный циферблат и даже линит косомист на спаде все это есть если кому интересно купить это не проблема что могу сказать итогом по этим часам в целом за 20000 рублей вполне себе неплохие дайверы но те же citizen на эко драйве либо тут же enforce за свою двадцатку предлагает гораздо больше не забываем что здесь даже стоит харликс то есть это не сапфировое стекло это минералка хотя я на самом деле придерживаюсь мнения что на дайверах лучше не стоит сапфир действительно ударили и он разлетелся а минералка всего лишь делается легкой царапиной пожалуй на этом все если любите сейка мой совет можно покупать модель удачная интересная хорошая всем спасибо отличного настроения носить хорошие часы всем пока и 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